Гепаргин – джерело аминокислот для восстановления сил и энергии. Только со спутника видно эту юрту. Ну и самое главное сооружение в этом смысле – это, конечно, собор, главный собор вооруженных сил России в Подмосковье, который снаружи выглядит как плохая подделка под храм ситхов, то есть главных злодеев в «Звездных войнах». Внутри этот храм похож больше всего на обитель демона Диабло из одноименной компьютерной игры. Этот храм набит всякой чертовщиной, нумерологией, иконы какие-то, чуть не Сталин на иконе изображен, а в качестве главной реликвии там хранится натуральная фуражка Адольфа Гитлера. Причем это не басня никакая, это сказал замминистра обороны Российской Федерации по телевизору, да еще и с большой гордостью. То есть вот такой вот ступеньки этого храма сделаны из переплавленных немецких танков, адская хрень. То есть это реально такое большое капище храм смерти просто на самом деле. То есть российская элита очень даже верит во всякую такую чертовщину, во всю эту фигню. И даже вот нападение на Украину случилось 24-го, то есть 24-го, 2-го, 2-2-2, то есть 2-4 и 4-двойки. То есть там какие-то нумерологии, причем это еще бы день рождения Владимира Путина, на-на-на, верят во все это, серьезно к этому относятся и по мере возможности пытаются пользоваться всей этой магической фигней. Иногда с очень сомнительными результатами. Вот просто заголовок прочитаю, в прошлом году случилось. В России полиция возбудила уголовное дело из-за гибели бывшего топ-менеджера Лукойла Александра Субботина, который умер во время антипохмельного ритуала у шамана. Это май 22-го года. То есть они реально обращаются к шаманам для решения каких-то своих проблем и иногда даже умирают из-за этого всего. То есть странным образом, тут ничего странного нет, даже закономерным образом, правильнее сказать, вся эта чертовщина, магия, проклятие, сглазы и так далее на российскую власть действует. То есть это все работает против нее конкретно в нынешних исторических условиях, это все работает. Почва для этого удобрена, подготовлена, взрыхлена и унавожена самой же российской властью за последние 30 лет. И тут давайте вот как раз вернемся к заявлениям российского политолога Валерия Соловья. Он уже долгое время заявлял, что Владимир Путин болел, там не рак у него был, что-то еще там у него было. Потом Валерий Соловей долго говорил, что Владимир Путин умирает, вот тут же при смерти у него там сердечный приступ и такое-сякое, еще та фигня и это. А вот пару дней назад он сказал, что все, умер Владимир Путин и что по телевизору россиянам и всем прочим показывают не натурального, оригинального, аутентичного Путина, а его какого-то двойника. Я в таких ситуациях говорю, что для подтверждения экстраординарных заявлений нужны, конечно, экстраординарные доказательства. То есть в данном случае нехило было бы ознакомиться хотя бы в телевизионном режиме с трупом Владимира Путина, если это правда. Ну, показали бы, тогда бы я, может, и поверил. Потому что заявлением даже очень уважаемых политологов в этом смысле у меня доверия нет, а уж тем более анонимных телеграм-каналов. Но в то же время надо сказать, распространение, учитывая все вышесказанное, что распространение такого рода информации это очень-очень хорошо. В современной России слух о смерти Владимира Путина и о замене Владимира Путина двойником по причинам готовности общества к восприятию всей этой чертовщины будет намного более мощным ударом по легитимности российского президента, чем рассказ о его коррупции, о его дворцах или о его похождениях. Потому что слух о смерти царя, о замене царя на двойника, на лже Путина, это вопрос нерационального восприятия мира, это вопрос веры. То есть вопрос того, на чем строилось российское восприятие действительности в последние десятилетия. Именно в это место, как мне кажется, и нужно бить, и правильно, и хорошо делается, что такие слухи распространяются. Потому что царь в России легитимен, пока в него верят. Не из-за того, что он каких-то успехов добивается, или ведет себя хорошо, или что-то там делает нужное, полезное и важное. Нет, это не обязательно. Царь может быть полнейшим говном, извиняюсь за выражение, но если в него верят, он остается, значит он легитимен. Но как только и в него перестают верить, как только считают, что царь не настоящий, тут-то все и заканчивается. Если сомневаются, жив ли он, если думают, что он немножко двойник, то да, тогда это действительно серьезный удар по легитимности российской власти. Тем более, что доказать, что ты являешься собой, а не двойником, ну никак нельзя. Наверное, что-то подобное могла бы подтвердить жена Владимира Путина, она могла бы выйти перед телевизором, да, это мой муж, какие глупости какие, что вы говорите такое. Но нет, жены-то уже нет, он развелся с ней, жена где-то живет там на Западе, и вообще я сильно сомневаюсь, что она собирается каким-то образом помогать своему бывшему мужу. Да даже если бы и хотела бы помочь, но это же бывшая жена, да, она не помнит нифига, они уже давно вместе не живут, и детей у Путина официальных нет, а нынешней жены официальной тоже нет. То есть нет ни одного человека, который мог бы подтвердить то, что Путин это Путин. И поэтому вопрос о том, настоящий лицарь сам собой повисает в воздухе. Я еще раз повторю, что я не очень верю в все эти разговоры, то есть я прямо скажем, вообще не верю в то, что Путин умер, и у него даже не верю в двойников, хотя она в двойников больше людей верит, чем у него смерть. Тем не менее, я считаю разговоры, эти слухи очень правильными, очень полезными для расшатывания единства и верности российского общества, российской элиты, а также для расшатывания легитимности действующего российского царя. Потому что там в России обязательно 100% найдутся сейчас люди, которые поверят в то, что Путин не настоящий, что Путин подменили, что Путин на двойник ходит везде. И что бы он ни делал, какие бы он там доказательства своей настоящести ни предъявлял, все равно будут те люди теперь, которые скажут, слушайте, ну все же понимают, что Путин не настоящий, потому что он то-то и то, и пятое и десятое. Обязательно это будет. И было бы, кстати, сейчас довольно круто, если бы официальные власти Украины выразили сомнения в том, что Владимир Путин это и Владимир Путин. Ну, например, были же такие, был принят закон о том, что запрещаются переговоры с Владимиром Путиным. Ну, с двойником Владимира Путина мы еще можем переговорить, а с самим Владимиром Путиным нет. Не можем, потому что мы не знаем, это он или не он, вот с ним точно не хотим и не будем. А если умер, то тогда пожалуйста. И на самом деле, таким образом, если вот Украина официально поставит под сомнение аутентичность Путина, это, мне кажется, было бы здорово. Еще одну вещь, которую надо сказать, в связи со всей этой историей, с предполагаемой смертью российского президента, я бы на полном серьезе советовал, предложил бы провести в Софийском соборе Киева, или, может быть, в Киево-Печорской лавре, или там и там, за упокойную службу по рабу Божию Владимиру Путина, да. Ну, можно и там и там, кстати. Но, я думаю, в любом случае, это должно быть какое-то важное, может быть, на том месте, где произошло крещение Руси, прям вот где-то там, около, на Подоле, да. Короче, это должно быть в транслировации по телевизору, это должно быть важное, символически значимое место, и там провести, действительно сказать, мы считаем, что Путин умер, и провести по нему за упокойную службу. А потом, после этой за упокойной службы, можно еще предать Путина анафеме, отлучить его нафиг как церкви, чтобы для полного комплекта. Для людей рациональных, для которых пользуются там, критическим мышлением, как минимум, да, все это будет, конечно, анекдотом. Но, для самого Владимира Путина, и для людей в его окружении, это очень серьезно было бы. В такое они верят, и в за упокойную службу, которую транслируют по телевизору, говорят, что Путин умер, вот мы за упокойную службу по нему проводим, они верят. Это вообще, по-моему, даже считается плохая примета, а в плохие приметы они, опять же, верят, то есть это, на самом деле, ну, может быть, не на 100% верят они, прям скажем, да, все-таки в Советском Союзе выросли. Но многие из этих людей думают, ну, что-то такое там есть, конечно, может быть, бога сидящего мужика на облаке бородатого нет, но что-то есть, что-то есть, и что-то такое должно быть. И на очень многих людей в России подобного рода мероприятия подействуют, и, по крайней мере, кашлять они от этого точно начнут. Подписывайся на канал Радио НВ ось тут.